Устраницу и я приветствую еще раз всех участников и прошу тогда всех здесь присутствующих в нашем вот таком импровизационном онлайн режиме включить камеры, чтобы мы все друг друга видели. И еще раз выражая свою признательность за то, что вы присоединились к нашей конференции, приняли мне участие. Я начну ее на 21 минуту позже, чем мы планировали это сделать, но я думаю, что на качестве нашей работы это принципиально не скажется. И мы сегодня приведем во всех отношениях хорошую экспертную встречу, которая позволит нам повысить нашу добавленную стоимость как экспертов, потому что обсудить нам есть что. Итак, коллеги, сначала я представлю наших уважаемых участников и оглашу коротко регламент нашей встречи и после этого мы уже начнем саму содержательную часть. Наша сессия звучит как «Йога Восточная Азия в условиях глобальной турбулентности. Планы, реалии и перспективы». И у нас сегодня четыре спикера. И я вижу, к нам присоединились еще несколько слушателей. По всей видимости, это помимо нашего коллеги Эрика еще один из наших студентов. Сегодняшними спикерами будут следующие специалисты. Это Михаил Андреевич Терских, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Человек, давно и плодотворно занимающийся Юго-Восточной Азией и совмещающий как, собственно, академические компетенции, так и компетенции профессионального практика, поскольку он работал в нашем посольстве в Социалистической Республике Вьетнам. И знает именно саму живую ткань этих вещей, что, с моей точки зрения, исключительно важно, потому что мир вокруг нас становится гораздо более прагматичным и гораздо более меркантильным. И повысить инструментальную, точнее, эффективность инструментальной составляющей нашей политики, равно как понимание того, что это все означает не на уровне высокой теории, а на уровне именно той практической работы, с которой Михаил Андреевич имеет дело и имел, и имеет дело каждый день. С нами присутствует Татьяна Васильевна Колесникова. Это наше коллеги из Санкт-Петербурга. И Татьяна Васильевна уже давно принимает участие в наших мероприятиях, и ее всегда интересно послушать. Она у нас активно выступает, активно публикуется. Я думаю, я, по крайней мере, очень надеюсь, что Татьяна Васильевна продолжит с нами продуктивное и содержательное во всех отношениях взаимодействие. К сожалению, к нам кинзвук присоединиться Никита Сергеевич Купин, поскольку у него сегодня мероприятие в центре АSEAN. Но я рад приветствовать нашего коллегу из Шенгянского университета. Это Лю Синтао, и он сделает нам доклад о том, как именно китайские специалисты видят те процессы, которые мы сегодня будем рассматривать. И в любом случае это нам даст пищу для каких-то академических размышлений, ну и возможность ознакомиться с тем, как китайские специалисты это видят, и какие дискуссии ведутся в самой Китайской народной республике. Ну и далее заявлен наш доклад с моим научным ассистентом, это Дмитрий Олегович Федоренко. И высшая школа экономики ценна и славна тем, что дает возможность молодым экспертам быть и в теме, и в контексте, и в процессе, и с людьми. И это очень хорошее натаскивание, тем более, что мы, вот тот доклад, который я буду представлять, он подготовлен именно совместно на основе недавнего нашего курса по цифровизации деловых практик, коммерческих практик на пространстве Юго-Восточной Азии. Ну, так что у нас сегодня такое, ну скажем так, кросс-дисциплинарное и мульти-дисциплинарное собрание в чистом виде. У нас и историк, и политолог, и экономист, и немножко в другой сфере, заходя в тему через другую сферу, представитель Китайской народной республики. У нас перспективнейший молодой специалист. И, коллеги, давайте мы тогда начнем наше выступление. Но я бы, переходя уже к самой содержательной части, сказал бы предельно простую вещь. Вот все, о чем мы будем говорить, должно все-таки иметь некой добавленной стоимостью, неким таким превращением нашего экспертного знания. Ну, выработка таких вот мини-рекомендаций или одна рекомендация, что все вот это означает для российской внешней политики. Какие вещи нам нужно не только принять во внимание, но и обязательно вооружение, именно в инструментальном отношении имеет смысл проработать. Потому что, как показала практика, если нам что-то необходимо сделать в первую очередь, то это повысить именно эффективность инструментальной составляющей нашей внешней политики. Иными словами, что делать, желательно, как делать и в какой последовательности. Я попрошу экспертов обратить на это особое внимание. И уже самая-самая окончательная ремарка. Предлагаю поступить таким образом. Сначала мы прослушаем сами выступления. Эти выступления я попрошу докладчиков заканчивать мини-рекомендациями. И после каждого выступления, сессии вопросов и ответов на буквально 3-4 минуты, так, значит, мы поступим в отношении каждого докладчика. И после этого мы открываем дискуссию, поскольку нам, я думаю, в нашем таком трансдисциплинарном и транснациональном составе есть что обсудить. Итак, коллеги, начинает нашу дискуссию Михаил Андреевич и тема его доклада о себя на условиях новой холодной войны, вызовы и возможности. И поскольку мы все здесь, ну, по крайней мере, я, значит, такое вот интегрирующее как бы звено, как вот такая Хаббинская Уксистем, все мы знаем, что это такое, вот я выступаю сегодня вот этой самой втулкой, все здесь присутствующие, это мои хорошие коллеги, мои хорошие друзья, люди, с которыми я давно и продуктивно взаимодействую, и излишний официоз будет, наверное, только вредить делу. Поэтому, если я в такую неофициальную плоскость буду немножко удаляться, то, во-первых, примите это с пониманием, во-вторых, это исключительно для пользы дела. Миша, пожалуйста, слово вам. Денис Александрович, спасибо большое за такое теплое приветствие и рекомендации. Это очень приятно. Коллеги, добрый день, всех рад видеть, и вообще здорово, что мероприятие проходит в таком, ну, практически семейно-дружественном режиме. Это здорово. Переходя к теме, нельзя ли включить презентацию, которая... Ага, отлично. Спасибо большое. Да, как уже сказали, моя тема о себя на условиях новой холодной войны, вызовы и возможности. Соответственно, для того, чтобы ее раскрыть, нужно будет сделать небольшой экспресс в сторону того, а что, собственно, сейчас у СИАН есть, и потом это развернуть в сторону того, какие вызовы и возможности это несет. Итак, начнем с самого простого, это с глобального контекста, что происходит вокруг СИАН. Можно долго спорить на тему того, что мы, какой мир мы сейчас имеем. Однополярный, однополярный, сдвижится он в сторону биполярности, или же вот находит вот однополярность в сторону многополярности. Не суть важна. А, во всяком случае, для СИАН. Что мы точно видим, что мы точно ощущаем, и что ощущают СИАНовцы, это разрушение прежнего порядка, это изменение тех норм и правил, которые прекрасно работали, и которые, в общем-то, позволяли ОСИАН достичь всего того, что ОСИАН достигал. Постепенно идет возвращение к праву сильного. Можно сказать, что, в общем-то, никогда оно и не уходило, и государственный эгоизм всегда был превыше. Но сейчас это какие-либо покровы прилично скинуты, и, в общем-то, видно, что право сильного остается основным законом. К сожалению или к счастью, но был вопрос. Мы видим фрагментацию глобального сотрудничества и, в общем-то, кризис старой модели глобализации. Впервые за многие десятилетия основным крендом является не крендом мировой политики, является скорее разобщение, чем объединение. И в этом плане новая холодная война. Здесь мы, разумеется, ведем речь про американо-китайское противостояние. Да, в аннотации также упоминалось... Это очень рано отмотался слайд, прошу прощения. Да, в аннотации упоминалась роль России. Но, разумеется, мы все даем себе отчет, что роль России в случае с ОСИАН-центричными структурами, ОСИАН в целом, она, конечно же, очень сильно уступает и несопоставима с ролью США и Китаем. Поэтому мы фактически ведем речь о американо-китайском противостоянии. Новая холодная война, а американо-китайская война, будет принципиально не похожа на ту старую, которую мы имели между Советским Союзом и США. Да, можно сказать, что поменялся инструментарий, гибридные войны, вот это вот все, но не это главное. Главное в случае с ОСИАН с тем, что предыдущая война, она была... По отношению к ней, ОСИАН и Юго-Восточная Азия была периферийным регионом. А сейчас ОСИАН находится в центре. Соответственно, какие-то линии размежевания будут проходить непосредственно по-живому, по ОСИАНу. Итак, что мы имеем в случае с ОСИАН? Возьмем три области. Как это обычная квадь, как обычно ОСИАНовцы все у нас подают. Это политика, экономика и соцсетует его на сверху. Итак, действительно, ОСИАНовцы молодцы. За десятилетия удалось пройти сложный путь и превратиться в признанный центр Азиатско-Тихо-Океанской региона. Все это признают. В какой-то степени, конечно же, это уже автоматическая констатация. Принцип ОСИАНа-центризма больше ритуальное значение иногда имеет, но не суть. При этом, да, действительно, в региону удалось избежать крупных войн. Голос ОСИАН имеет значение на многих площадках. Ни одно событие в регионе ЭТР, во всяком случае, формально, не проходит незамеченным и без участия ОСИАН и ОСИАН-центризма. Отработаны, разработаны и прекрасно функционируют инструменты взаимодействия со всеми крупными игроками. Но при этом, да, я построю так свой доклад с тем, что говорят успехи, и тут же сразу на контрасте задаю вопрос, что это действительно значит. При этом, а где здесь именно заслуги самой ОСИАН, а где здесь успехи, связанные с внешними обстоятельствами? В частности, вот нет войн, здорово, конечно, но есть конфликты. Есть и были за последние годы и внутригосударственные конфликты, и контртеррористические операции, различные операции, посвящение пиратства, в целом конфликты между странами ОСИАН и соседями. А не было крупных войн, это, наверное, больше заслуга в целом международной системы, а не конкретно ОСИАН. В частности, не решена до сих пор проблема вековая, и нет перспектив того, что она в обозримом будущем будет решена. А страны ОСИАН, как организация, стараются расширять свои партнерские сети за счет привлечения новых участников, но не всегда это идет в пользу. В частности, за последние годы не принимались покупки привлечения ЕС, Канады, Великобритании и других стран. Вроде как оно хорошо, в самолюбии ОСИАНовцев тешит, потому что вот ОСИАН такая глобальная соседей группы, а добавленной стоимости, в общем-то, и нет. Даже в какой-то степени, наоборот, это может и вредить. Если мы берем экономику, ОСИАН всегда на первое место, когда говорит о экономических успехах, он ставит емкий внутренний рынок, как мы все знаем, это 650 миллионов человек. Это успешная и действительно успешная экспортно-ориентированная модель экономики, стабильность и предсказуемость, и успехи в области экономической интеграции. Но при этом и держим в уме, что экономики, как правило, не взаимодополняют друг друга, а конкурируют с друг другом. В частности, этот показатель в случае с разными странами разный, но если мы изменили мой любимый Вьетнам, то на долю стран ОСИАН приходится только 10% внешней торговли. 90% это не страны ОСИАН. Соответственно, это, как правило, в этих 90% случаев, другие страны ОСИАН выступают в качестве конкурентов. Да, страны очень плотно вовлечены в глобальные цепочки стоимости. Это здорово, это приносит свои срочные выгоды в виде получения быстрых дивидендов, быстрых денег. Но, с другой стороны, страны не получают технологии, и подобная ситуация ведет к такой повышенной зависимости. Слайд скачет, прошу прощения. Я ничего не делаю, а движение происходит. Это ведет к повышенной зависимости стран ОСИАН от внешних партнеров. Секундочку. Коллеги, у нас что-то невообразимое сегодня с техникой, потому что это моя презентация. Да, 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 она идет подряд. И вот ваши слайды тоже. Кристина, там что-то можно сделать? Видимо, это не только у меня в кабинете что-то не то, это, видимо, что-то такое глобальное. Во-первых, смотрите, никто не... Просто все могут управлять презентацией, скорее всего, может быть, кто-то перелистывает. То есть мне не трогать или... Нет, нет. Давайте мы сделаем так. Мы попросим Кристину, чтобы у нас было все это централизованно, листать слайды. Вот Миша будет говорить, пожалуйста, следующий слайд, и пойдет следующий. Потому что иначе это будет вот, кто улез, кто под ровами. Кристина, тогда вот мы вас попросим. Миша, пожалуйста. Отлично, спасибо большое. Переходя к третьей области, социокультурной. Да, ОСИАН декларирует наличие единого социокультурного пространства. Оно, если переносить практически какие-то реалии, заключается в существовании, собственно, я думаю, то, чем многие уже воспользовались и видели на практике, это единое туристическое пространство, в частности, за имя признания документов. Но здесь у меня самый большой вопрос. Не выходит ли вот это социокультурное пространство вообще за пределы политических лозунгов? Я не видел примеров того, чтобы в странах ОСИАН действительно существовало общее социокультурное пространство. И причин этому несколько. В частности, это на культурных, это на конфессиональных различиях из стран. Это различия в злых формах государственного устройства. При этом ОСИАН не выдвинули какой-либо объединяющей идеи. Фактически, что говорит ОСИАН, попытается продемонстрировать во всем мире, можно свести к формуле за все хорошее, кофе все плохого. Оно может быть в каких-то случаях и неплохо, но в качестве такой глобальной идеи подходит слабо. Поэтому, Кристина, можно, пожалуйста, следующее следующее? Теперь приходим к выводу, к вызову из всего того, что было сказано. На мой взгляд, нынешняя ситуация, это принципиально не то, к чему готовил из себя ОСИАН. ОСИАН, конечно же, да, можно сказать, что она формировалась еще в годы Холодной войны, но фактически те выводы, те решения, которые повлияли на ОСИАН в большей степени, они, на мой взгляд, были приняты уже в после Холодной войны. Вот в этот короткий по историческим меркам промежуток времени, когда мир жил другими категориями и ориентировался на какие-то, какие, может быть, отчасти эфемерные вещи. К вызову также относятся завышенные ожидания при довольно скромных результатах. И я неоднократно это встречал в своей работе, общаясь с ОСИАН, и с теми, кто непосредственно ОСИАН занимается, и просто с региональными политологами. Зачастую нет понимания того, что успехи ОСИАН вызваны не сколько, скажем так, работой самих ОСИАН, сколько благоприятной конъюнктурой мировой. Есть ощущение, что успехи ОСИАН – это на 95% успехи самой ОСИАН, на 5% конъюнктуры, что, на мой взгляд, абсолютно не так. В качестве вызова бы также относится отсутствие единства по многим вопросам, и по многим зачастую принципиальным вопросам. Это принципиальная такая уязвимость для стран ОСИАН, где их можно расшатать и расколоть. Ещё один вызов – это то, что я сказал в предыдущем разделе – отсутствие собственных глобальных идей. ОСИАН позиционирует себя как глобальную организацию с претензией на глобальную роль, но при этом ничего похожего за последнее время, ничего такого, что могло бы заинтересовать остальных, не предлагалось. Своего проекта в ОСИАН нет. Плюс, в качестве такого вопроса я обозначил, а кому реально из великих держав, если мы возьмём даже, как не всех великих держав, а в случае рассматриваем-то новой холодной войны в Американах и Китайске, кому нужна ли Китаю и США сильная независимая ОСИАН? Ну, вот здесь вопросы. Я бы сказал, что скорее нет, чем да. Можно, пожалуйста, сходи числа. Теперь, что касается возможностей. Их не так много. Во-первых, возможности возникают тогда. Речь, когда мы говорим про возможности в этой ситуации, разумеется, это про балансирование между центром и силой. Но для того, чтобы это балансирование было и было успешным, нужны два условия. Во-первых, единство самой ОСИАН по тому вопросу, по которому ОСИАН собирается балансировать. А во-вторых, это наличие зазоров в позиции, в данном случае Китая и США, по этому же сюжету. Если разобраться, таких тем не так уж и много. А во всяком случае, все ключевые темы, которые приходят сразу же на ум с точки зрения балансирования, они не соответствуют первому критерию. По ним, как правило, нет единства внутри ОСИАН. Значит, они не могут быть использованы для балансирования самой ассоциации. Но могут балансировать отдельно ее членов. Что в целом, конечно, и неплохо, но это уже речь не про саму ассоциацию, а про ее государство. При сохранении всего того, что есть, ОСИАН может претендовать на ту роль, которую, собственно, видимо, все ведет. Это сохранение себя в качестве такого сырьевого придатка и сборочного цеха. Грустно, но почему бы и нет. С другой стороны, более-менее безопасно и стабильно. Плюс, если опять-таки ситуация не будет меняться, скорее всего, на мой взгляд, произойдет такой раскол и присоединение разных стран ОСИАН к различным антегоистическим блокам в, естественно, национальном качестве. Опять-таки, может быть, с точки зрения каждой страны это не так уж и плохо в долгосрочной перспективе, но с точки зрения интересов ОСИАН, разумеется, это совершенно не здорово. В всяком случае, основной мой ввод, который я бы сделал, что при сохранении нынешней модели, при отсутствии каких-либо новых идей и нового такого позиционирования себя в мире, у ОСИАН не очень-то и радужная перспектива. На этом я бы хотел свою презентацию завершить и перейти к той части, про которую Евгений Александрович говорил, что касается рекомендаций для нас, действующих на ОСИАНовском поле. Наверное, в качестве основной рекомендации я бы отметил необходимость концентрироваться на каких-то предметных проектах, не распыляясь на общее благо, концепции и все остальное. Словно говоря, у нас в последние годы идет спорта по АТР, ИТР, что у нас там, как? Строго говоря, принципиальной разницы-то здесь нет. У нас, если есть какие-то общие кирсы с ОСИАН, мы можем их реализовывать. А наличие какой-то такой вот матрицы, оно, ну, определенную роль, конечно же, играет, но, с другой стороны, не должно затмевать достижение каких-то общих взаимодействий. На этом, пожалуй, все. Буду готов, буду рад ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо, Миша, за интересный и содержательный доклад. Вас всегда интересно послушать. Вы всегда даете саму суть. Проблем, суть вещей. Ну, это понятно, когда у тебя за плечами и академический бэкграунд, и практическая работа, то это как остаться энергия, которая хорошо работает. У меня вот такой вопрос. Коллеги, давайте мы сделаем так. У нас не так осталось много времени. И чтобы нам это все оптимизировать, значит, мы немножко сократим и выступления, и сессии вопросов и ответов. У нас будет Q&A сессион из одного вопроса. Ну, и я позволю себе его задать. Вот я совершенно с вами согласен в том, что нам нужны практикоориентированные темы для диалога с ассиан, равно как ассиан готовила себя совершенно к другим вещам, чем то, что происходит в настоящее время вокруг нее. Но вот с вашей точки зрения, 50 теперь уже почти 7 лет. Это прилично. За это время наработан большой опыт, большой потенциал, разработаны многие предметные направления. Ну, и вот какие элементы того опыта, который уже был разработан раньше, какие направления вот этого предыдущего опыта могут быть задействованы для нынешней ситуации в таком предельно практикоориентированном ключе? То есть, в какой мере вообще этот опыт адаптируем к нынешней ситуации? Или это совсем другое? Ей нужно прыгать выше головы, а она не может? Или все-таки может? И если может, то где? Спасибо, Евгений Александрович. Первое, что пришло в голову сказать, то из таких действенных инструментов это сохранение самой идеи консенсусного принятия решений. Это сложно, долго, но в этом, наверное, и залог успеха. Но, с другой стороны, это же один из инструментов достижения каких-то конкретных задач. Это не целеполагание, а проблема, на мой взгляд, именно в целеполагании, а не в каких-то отдельных инструментах. И вот пока не поменяется сама система целеполагания, само позиционирование себя в мире, где она находится и что она хочет, тогда и все те проблемы, которые я обозначил, они будут оставаться. И даже какие-то конкретные успешные работающие инструменты, они вряд ли смогут помочь. Видимо, так оно и есть. Ну, хорошо, коллеги, я предлагаю сейчас с докладом Михаила Андреевича, значит, вот его на этом завершить, но с пониманием того, что, опять же, заканчивая, равно как расставаясь сегодня, мы друг у друга остаемся надолго, и эту тему мы потом еще будем обсуждать не раз и не два. Я предлагаю сделать вот таким образом. Сейчас выступит Татьяна Васильевна с интересным докладом о соотношении протекционизма и фритрейдерства в экономической политике АСИАН. Потом выступлю я с нашим совместным докладом, и потом мы дадим слово нашему китайскому коллеге Люсин Тава. Татьяна Васильевна, пожалуйста. Спасибо большое, Евгений Александрович. Еще раз хочу поблагодарить вас за приглашение поучаствовать в конференции. И обсудить вот злободневные вопросы сегодняшнего дня. Я бы хотела рассказать часть своего исследования, посвященного вообще сочетанию протекционистских мер и фритрейдерства в мировой экономике на сегодняшний день. В частности, о сочетании этих внешнеэкономических парадигм в экономической политике стран Юго-Восточной Азии. Для обоснования актуальности могу сослаться на и вас, и на Евгения Александровича, и на Михаила Андреевича. Уже приятно сослаться с вас на предыдущие выступления, где вы обозначили фрагментацию вообще экономического пространства. И, Евгений Александрович, вы отметили, что мир становится все более меркантильным. А меркантильные и протекционистские вещи весьма схожи, как Адам Смит даже их приравнял в своих исследованиях. И можно следующий знак, пожалуйста. Я бы коротко отметила вообще тенденцию усиления продакционизма в экономической политике стран с тем, что глобальный мир трансформируется. И, собственно, в моем исследовании было выделено три периода усиления протекционистской доминанта в экономической политике. Они связаны с реакцией на международный экономический кризис. Во-первых, 2008 года, когда, несмотря на то, что в Каменнике большой двадцатки было принято решение ни в коем случае не усиливать, не реализовывать протекционизм, все страны все-таки стали как-то поддерживать внутреннее производство. и тем самым появился вот первый такой фактор, повлиявший на усиление этой тенденции. Впоследствии, в 2017 году политика экономического национализма США повлияла на переход от скрытого протекционизма к открытому. То есть, если раньше как-то в рамках Всемирной торговой организации последнее десятилетие протекционизма реализовывался в скрытой форме, то здесь уже, когда США стали вводить таможенные тарифы в отношении Китая и ряда других государств, форма приобрела открытая, протекционизм принял открытую форму. И, соответственно, пандемия усилила все тенденции и направила взгляды государств на необходимость самообеспечения и снижение зависимости от иностранных поставок для обеспечения экономической безопасности и национальной безопасности, что намного важнее. Можно следующий слайд, пожалуйста. Я исследовала в своей работе динамику показателей открытости стран Юго-Восточной Азии. Вот на данном слайде представлена динамика импортных квот и следующий слайд, пожалуйста. Также представлена динамика экспортных квот, которые позволяют говорить о зависимости от импорта и от экспорта. И на следующем слайде, вот я бы хотела остановиться поподробнее. Нет, был где-то еще какой-то посередине, может быть. Верните, пожалуйста, слайд. Давайте обратно. И еще. Вот, вот этот, да, спасибо большое. Вот на этом слайде я бы хотела остановиться подробнее, поскольку он обобщает анализ динамики показателей открытости стран Юго-Восточной Азии, в результате чего мной выделено три группы стран, которые в своей динамике показывают уменьшение открытости за счет сокращения внешнеэкономических операций в валовом внутреннем продукте. И я бы хотела отметить, что к данной тенденции относятся государства преимущественно большие, как с точки зрения экономики, прежде всего, в регионе. в регионе показывают уменьшение открытости экономики. Вместе с тем, увеличение открытости небольших государств с точки зрения объемов экономики свидетельствует о продолжении тенденции реализации мер свободной торговли в экономической политике, что обусловлено необходимостью экономических, ой, небольших государств в обеспечении собственных потребностей, которые не могут быть обеспечены внутренним производством. и ряд стран не показывает четко выраженной динамики Таиланд и Мьянма в сторону открытости или закрытости. Здесь необходимо понаблюдать. Следующий слайд, пожалуйста. Я бы хотела отметить, что в результате исследования установлено, что вообще ограничительные меры, которые реализуются в отношении внешней торговли, существенно превышают меры по либерализации торговли. Тем самым отражается необходимость стремления обеспечить свою внутреннюю экономическую безопасность и поощрить собственное производство. Следующий слайд, пожалуйста. И если на предыдущем слайде было показано те меры, которые реализуют сами страны Юго-Восточной Азии, то здесь можно увидеть количество мер, которые принимаются в отношении стран исследуемых. И в большей степени ограничительные меры направлены на экономику Таиланда, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Вьетнама, Филиппин, исходя из объема этих эконом. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь не буду остановиться, наверное, подробнее, хочу сказать только, что, нет, верните, верните, да, антидемпинговые расследования, антидемпинговые пошлины в отношении стран Юго-Восточной Азии, как внутри региона ассоциации, так и с третьими странами, показывают, в принципе, соответствуют международной динамике. Антидемпинговые пошлины на протяжении вот с 95-го года по 2021 год в целом являются широко используемым инструментом в рамках всемирно-торговой организации и препятствуют развитию недобросовестной конкуренции. В принципе, здесь как в 95-м году, так и в 2021-м плюс-минус количество антидемпинговых пошлин остается неизменным за счет вот инструментов наднационального регулирования в рамках ВТУ. Однако, вот на следующем слайде можно увидеть динамику ввода компенсационных мер, спасибо большое, которые относятся если в антидемпинговых пошлинах объектом расследования является ценовая политика компании, то в компенсационных пошлинах это объекты расследования в рамках ВТУ, это государственная поддержка, субсидирование производства, которое является недобросовестным, то есть не науку, например, а непосредственно предоставление денег или налоговых льгот на отдельные предприятия. И вот на слайде видно, что с 16 по 21 год количество этих мер увеличивается введенных пошлин, что говорит как об увеличении самого субсидирования, так и о увеличении фактов выявления данного субсидирования. При этом основными источниками компенсационных пошлин являются США, которые вообще лидируют по вводу компенсационных пошлин в последнее время, Индия, ЕС, Канада, ну, далее понемножку. Внутри региона были введены только единичные компенсационные пошлины со стороны Вьетнама против Таиланда. Следующий слайд, пожалуйста. Я здесь тогда попробую резюмировать сказанное. На самом деле исследование говорит о том, что ОСИАН абсолютно развивается в духе международной тенденции усиления протекционизма, которая существует. При этом можно сделать несколько ремарок. Во-первых, вот в предыдущем докладе как-то эту тему затронули. Я бы хотела, наверное, свое мнение высказать в соответствии с выявленным исследованием, что невысокая степень интеграции в ОСИАН наверное является, если можно так сказать, спасением или наиболее адекватной формой существования этой ассоциации, поскольку с учетом увеличения стремления государства отставить свои национальные интересы в рамках других интеграционных группировок, например, в Европейском Союзе, как самое высокое интеграционное объединение, это приводит к высоким рискам дезинтеграции. И вот стоит ли развивать, например, в сторону повышения степени интеграционных процессов организацию, наверное, с учетом данной тенденции это будет влиять на жизнеспособность, не очень хорошо будет влиять на жизнеспособность. С точки зрения рекомендаций практических для России, я думаю, что можно сформулировать это следующим образом. С учетом беспрецедентного давления на российскую экономику в настоящее время и выработки и постоянной модернизации государственной экономической политики в ответ на вызовы, наверное, следует также использовать опыт стран ОСЕАН по сочетанию мер. Не углубляться в одну сторону, где усиливать жесткий протекционизм, не углубляться в другую сторону, а вот сочетать эти меры в своей экономической политике. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Васильевна. Коллеги, пожалуйста, здесь есть что обсудить и если кто-то из вас хочет задать вопрос, то пожалуйста, вы имеете возможность это сделать. Если никто не хочет, то я его с удовольствием задам. Ну так что? Ну давайте я задам. Кристина, дайте пожалуйста презентацию еще раз. Вот один момент сказать честно меня удивил и я об этом не знал. Я думаю, что Миша тоже удивится. Кристина, дайте пожалуйста тот слайд, где красным и зеленым страны. Да, вот только значит да, вот сначала вот это смотрите-ка у нас вот мера либерализации торговли и мера ограничения торговли ЛАОС-10 там где зеленое ЛАОС-3 там где красное и вот следующий слайд и следующий слайд теперь дайте а вот здесь ЛАОС-363 и прости господи 1597 я так понял что предыдущий слайд это то что они делают сами а вот этот слайд то что делают в отношении их и у меня меня терзают как говорится смутные сомнения просто я об этом не знал ну дайте предыдущий слайд а почему так мало вот на предыдущем слайде вот этих самых мер по либерализации торговли это они делают сами либерализуют всего 10 а это они ограничивают их всего 3 но это вообще ни о чем но посмотрите на Индонезию там другие страны там на тот же Вьетнам например хотя бы это означает то что ЛАОС вообще вот как бы выключен выдернут вот из процессов экономического регионализма они же экономическое сообщество АСИАН сейчас выходят на финиш прямую об отношении ЛАОСа вот дайте теперь следующий слайд просто видимо невидимо мер и тех и других особенно ограничивающих то есть получается что ЛАОС находящийся в центре Индокитайского полуострова и который является фактически ну все мы знаем батарейкой Юго-Восточной Азии там гидроэлектроэнергетика и так далее вообще как-то что называется ни два ни полтора по части стимулирования своих процессов по линии внутри асиановской интеграции здесь же не просто там на уровне купи-продай это же имеет более широкую экосистему то есть по вашим ощущениям с чем могут быть связаны такие цифры вот то что огромный дисбаланс между цифрами ЛАОСа на предыдущем слайде и на этом спасибо большое Евгений Александрович у вас всегда вопросы на подумать ну прежде всего да что я бы хотела отметить разница между тем что сам ЛАОС имитирует в качестве мер и то что ему достается как в принципе и с другими странами здесь есть такой наверное математический элемент связанный с тем что ЛАОС много а кроме него стран ой ЛАОС один а кроме него стран много и вот в совокупности все страны которые вводят различные меры они не обязательно целенаправленно действуют на ЛАОС я думаю что в отношении этого государства скорее всего именно так направлены в целом на ограничения внешнеэкономических операций которые затрагивают в том числе и ЛАОС тоже то есть условно говоря повышение например тарифов по ввозу товаров со стороны США в отношении всех стран тоже будет попадать вот в меру ограничения торговли со стороны ЛАОСа это вот такое наблюдение во вторых конечно если возвращаться к предыдущему слайду 10 мер которые направлены на либерализацию и 3 на ограничения вот именно ЛАОСа все-таки связано на мой взгляд с даже наверное может быть определено теории больших и малых государств с точки зрения территории и экономики где страны с небольшими территориями которые не могут обеспечить себя в значительной степени самообеспечением как правило вынуждены проводить либерализационную политику то есть соотношение мер либерализации у них превышает мер ограничивающих вот например мы видим что Индонезия гораздо больше проводит ограничительных мер чем либерализационных что связано все-таки с ее возможностью территориального потенциала промышленного потенциала самостоятельно обеспечивать удовлетворение внутреннего спроса вот что касается непосредственно вот мер которые имитированы лаосом я думаю что после этого вопроса я даже специально посмотрю что это конкретно какие товары к сожалению не видела но в целом вот я полагаю что это такие в соответствии с общей динамикой и территорией государства ну я думаю что нам всем не худо бы это посмотреть потому что я сказать честно этого тоже не знаю и использую эту возможность чтобы свои знания расширить Миша а как вот вы думаете потому что я как-то затрудняюсь сказать вот почему такой огромный дисбаланс прямо в десятки раз тут тоже не могу понять только если действительно какие-то целенаправленные меры условно говоря какие-то меры которые общие но в том числе и задевают тот же самый лаос да то есть косвенно как до него доходит вопрос как обычно как считать но здесь то суть дело в том что лаос сам ничего не делает посмотрите на его цифры посмотрите на цифры его соседей не самых богатых ну ладно это то что мы должны будем выяснить коллеги давайте мы пойдем дальше чтобы у нас осталось хотя бы немного времени на общую дискуссию и Кристина я тогда попрошу вас разместить нашу презентацию значит коллеги два момента первое это наша совместная презентация с Дмитрием и второе я пригласил на встречу студентов наших международных образовательных программ эти ребята значит учат русский язык в качестве иностранного но им просто проще будет когда это как бы совмещается не все на русском языке вот как бы такие титры на их родном языке мы с вами поговорим о очень быстро за неимением времени о том что у осян по части цифры и по части железа потому что если мы возьмем Юго-Восточную Азию то много говорится о том что нужно развивать инфраструктуру и ГТ-инфраструктуру 5G-интернет и так далее и что же получается в конечном итоге Кристина пожалуйста дальше дальше у нас получается то что значит это отлично повлияет если это все зайдет на то что осяновцы сейчас у себя разбивают это такие вещи как хелп-тек или промышленный интернет вещей эд-тек финтек это разгонит связи между предприятиями которые сейчас диджитализируются в том числе подключаются к китайским инициативам по линии цифрового шелкового пути это очень хорошо скажется с точки зрения сетевого эффекта на эффекта мультипликатора на тех проектах экономического регионализма которые АСЯН сейчас проводит и на обеспечение этих проектов цифровыми инструментами цифрового сопровождения и факт то что эта тема очень неплохо зашла бы на первый взгляд в Юго-Восточной Азии самых разных параметров и самых разных точек зрения пожалуйста следующий слайд и на нашем следующем слайде значит мы видим что уровень того что называют интернет penetration то есть сколько охвачено население услугами интернета цифры очень разные но коллеги обратите внимание опять же на цифры Лаоса вот там где охват интернет связи 51,1% и там где количество людей процент людей имеющих мобильные телефоны с выходом в интернет 79,6% это опять же очень сильно отличается от цифр других стран Асиан и говорит о совсем простой вещи то что Лаоса который находится в центре Иннокитайского полуострова и через который можно просто пусто тех же инфраструктурных проектов бросить и в перспективе это может стать и логистическим и уже планируется что станет энергетическим хабом вот по части цифрового сопровождения этих проектов Лаос явно не дорабатывает хотя цифры Асиан вполне себе неплохие в 2020 году уровень интернет охвата был 60 по-моему 3% плюс-минус десятая доля а в этом прошу прощения в 2021 году это вполне респектабельные 79,5 то есть получается что физическая взаимосвязанность по части железа растет но одно из ее центральных звеньев все-таки проседает достаточно отчетливо это как раз Лаос повторюсь находящийся в центре Индокитайского полуострова пожалуйста дальше ну дальше значит здесь больше такие умозрительные рассуждения о том что 5G соединение это все очень неплохо и все это в перспективе принесет асиановцам невиданные блага особенно учитывая что к 2025 году они планируют финализировать свой основной проект экономическое сообщество асиан вот второй заход в эту тему ну и как говорится 5G им в помощь следующий слайд пожалуйста и на следующем слайде в принципе тоже вещи которые относятся как к B2C так и к B2B сектору но фишка здесь в том что это будет играть на руку именно малым и средним предприятиям потому что вот те из вас кто бывал в Юго-Восточной Азии ну разумеется мне неловко задавать этот вопрос Михаилу Андреевичу обращались в большей степени к остальным знают что в том же Вьетнаме там торгуют всякой-всячной именно вот там малый бизнес микробизнес там буквально на каждом шагу эти вещи ну и нужно но с другой стороны эти предприятия явно не дорабатывают по части вклада в общенациональный ВВП и нужно их диджитализировать и диджитализировать в том числе пристегивая к цепочкам и китайским и другим и конечно интернет 5G с этой точки зрения для предприятия гораздо больше имеет значение чем просто для обычных потребителей пожалуйста следующий слайд здесь важно на следующем слайде значит мы поговорим о вызовах о тех узких местах с которыми сопряжены эти вещи и здесь суть дела все-таки в том что пока еще и с технической точки зрения и с точки зрения коммерческой отдачи цифры Юго-Восточной Азии не дотягивают до того что есть у других нужно еще согласовать частоты которые пока конфликтуют нужно вывести чисто коммерческую отдачу от 5G на тот уровень когда это станет коммерчески не только рентабельным но и выгодным ну и отдельно нужно сказать о том что в случае с 5G фактор безопасности играет огромную роль дело в том что 3G и 4G там конечно труба пониже дым пожиже не без того но 5G имеет один недостаток который фактически сводит на нет его достоинства тот кто прокладывает инфраструктуру имеет возможность считывать информацию начиная от частной переписки и заканчивая значит тем что хранится в центре хранения и обработки данных ну и опять же эта затея очень энергоемкая требуется огромное количество энергии чтобы все это развивать и Кристина дайте пожалуйста дальше цифры по значит это кто прокладывает железо вот мы видим что там и китайские компании и самсунг и другие но значит осяновцы хотят хитриджировать риски и диверсифицироваться но тем не менее в какой мере у них это получается большой вопрос опять же потому что тот кто прокладывает железо имеет не только коммерческую отдачу но и массу других стратегически важных бонусов и дайте пожалуйста следующий слайд следующий слайд у нас по части энергетики значит экономические проекты Юго-Восточной Азии очень энергоемки и энергетика ее нужно развивать и безотносительно цифрового сопровождения а с цифрой это вообще становится очень накладным с точки зрения как угля так и нефти и других значит видов направления энергетики и этот фактор тоже нужно принимать во внимание когда мы говорим о цифрализации в частности об инфраструктуре на территории Юго-Восточной Азии пожалуйста следующий слайд и на следующем слайде то что нам будет нужно это то что осяновцы напринимали безумное количество различных соглашений по части развития и электронной коммерции и защиты данных и вообще относящиеся к цифре в самом широком смысле этого слова на следующем слайде у нас продолжение того что они сделали в 20-м в 21-м годах ну и особенно цифровой мастер-план генеральный план осян на наращивании цифровой взаимосвязанности до 25-го года дайте пожалуйста следующие два слайда коллеги не перечисляя всего что написано на вот этих двух слайдах скажу лишь то что это относится и к экономике и к политике и к социальной сфере и носит такой всеобъемлющий характер то есть заход в тему там такой что позади дует любые визионеры другое дело в какой мере это все будет подтверждено практикой конкретных дел это огромный вопрос потому что те же самые и government services но только в Сингапуре это более или менее работает а остальные все-таки пока еще не набрали необходимый масштаб пожалуйста следующий слайд и на следующем слайде значит мы переходим к проблемам которые имеют как внутри осяновская так и вне осяновское измерение во-первых все-таки хотим мы того или нет но основным экономическим проектом осян является экономическое сообщество осян до 25-го года а там нет четких указаний что собой представляет диджитализация и как вообще с этим хозяйством работать нет понимания и того как уже работают осяноцентричные инициативы экономического регионализма например вот если мы наберем популярно если мы берем популярное в последнее время направление health tech вот как например совместить открытость данных и конфиденциальность медицинской информации ну вот представим себе что некий высокопоставленный чиновник любой осяновской страны поехал в другую и там у него случилось что-то со здоровьем он обратился за помощью местную клинику а они потребовали данные которые клиника в его стране и чаще всего это специализированные клиники считают такой закрытой информацией давать эту информацию не давать и здесь возникает масса вопросов не говоря о том что вопросы кибербезопасности и прочее другие тоже являются традиционно слабым местом что осяновцы всегда понимали а сейчас понимают еще лучше ну и конечно нужно учитывать что осяновцы не являются вот как бы донорами этих технологий они являются все-таки рецепиентами и с этой точки зрения они не определяют правила игры а играют по чужим правилам это внутри осяновские измерения следующий слайд пожалуйста там у нас будет такое уже вне осяновское измерение то что за рамками осян суть дело в том что сейчас нет четких правил регулирования того что такое даже там цифровая торговля цифровая экономика и так далее то есть считается что например там и коммерс это любая передача информации на любом электронном носителе причем не обязательно предполагающая собственно финансовую отдачу то есть если я например возьму флешку и отдам ее Татьяне Васильевне не ожидая чего-то взамен то мы с ней вступаем в отношения электронной торговли потому что опять же это не предполагает далеко не всегда предполагает собственно коммерческий какой-то фидбэк и поэтому если нет правил то нет опорных точек на чем выстраивать сотрудничество как его выстраивать в какой последовательности и так далее проблема заключается еще и в том что сейчас смещаются рынки раньше например тот же рынок телевизионных значит телевизионного вещания интернет вещания это были разные рынки которые регулировались при помощи разных инструментов в условиях нынешней синергии рынки взаимопроникают друг в друга полностью меняя суть регулирования и юридических и инструментальных институциональных аспектов регулирования и это лишь больше усложняет картину просто-напросто осяновцы не знают как к этой ситуации подступиться ну и последний момент это то что юго-восточная Азия находится между двумя крупными цифровыми экосистемами американские и китайские и то что американо-китайские противоречия активно отстраиваются в цифровую сферу это конечно не может не влиять на АСИАН причем опять же возвращаясь к тому что они являются не донорами а рецепиентами технологии это многократно усиливает их зависимость пожалуйста следующий слайд ну и что значит это означает для экономического сообщества АСИАН то что спектр вот именно в инструментальном отношении спектр возможностей сужается а внешних альтернатив нет но не считать же реальной внешней альтернативой недавно заключенная ИТЕРС которая не является зоной свободной торговли в классическом смысле этого слова а следовательно нет главного нет цепочек которые можно диджитализировать это же не может в воздухе висеть все вот эти вещи связанные с диджитализацией и так далее это всегда цепочки связанные между предприятиями предприятиями финансовыми структурами ну и не перечисляя всего скажу что это вектор снизу чего в случае с ИТЕРС нет есть другой значит пример здесь уже вектор снизу его хоть отбавляй это китайский цифровой шелковый путь но опять же нельзя сказать что будучи не донорами рецепиентами всего того что может предложить Китай ОСИАН может серьезно влиять на политику Китая в отношении и цифрового шелкового пути и всего что относится к цифровой сфере безотносительно ЦШП ну и конечно последний момент такой что могут быть очень пагубные последствия для ВРЭП а если это произойдет то для осяновцев это будет означать не только потерю лица но и потерю основного инструмента влиять на экономическую ситуацию в Восточной Азии и Южной части Тихого океана и суть дела здесь вот в чем если осяновцы взяли на себя обязательство быть движущей силой в РЭП то это требует от них ну потрясающего и дипломатического и говоря более широко инструментального мастерства но для этого нужно решить множество внутренних проблем провести реформы относящиеся к цифровой сфере чтобы именно в этом отношении осян была далеко впереди планеты всей ну и в том числе далеко впереди Китая Японии Республики Корея Австралии Новой Зеландии своих партнеров на ВРЭП и потянет ли осян эту задачу ну у меня есть огромные сомнения а если она ее не потянет если она пустит ситуацию на самотек и ее будут переигрывать другие игроки тот же Китай то тогда для осян боюсь наступят не самые лучшие времена и Кристина пожалуйста следующий слайд говоря о том что делать осяновцам в этой ситуации я бы сказал что и какое отношение это имеет к нам я бы сказал что им нужно развивать взаимоотношения со всеми кто к этому так или иначе готов ну и конечно наши IT-компании по линии скажем кибербезопасности Касперский и так далее здесь получают определенные свободы маневра другое дело то что она была и раньше и Касперский то что мог сделать в этой ситуации наверное сделал уже ну а так если мы берем такую стратегическую картину то точечное сотрудничество по линии решения локальных задач связанных с ICT сферой прежде всего кибербезопасность по-моему это максимум того на что мы можем рассчитывать в отношениях сессиан на сегодняшний день коллеги я вижу Миша уже сформулировал вопрос Миша пожалуйста спасибо совсем короткий вопрос я как специалист в 5G возможно мой вопрос будет звучать довольно странно глупо просто на одном из слайдов где были забреженные страны участвующие в прокладке 5G инфраструктуры в Юго-Восточной Азии интересно было увидеть Финляндию возникает резонный вопрос а получается Япония не участвует в подобных проектах просто были все региональные страны которые ожидаемо было там увидеть но не было Японии спасибо Кристина пожалуйста дайте этот слайд и я когда его увидел сам задался этим вопросом значит нет нет это там где разноцветная такая картинка там где кто прокладывает железо предыдущий слайд сказать честно меня не только помимо Финляндии не только удивила Финляндия но помимо Финляндии еще и Швеция потому что Эриксон это оттуда Nokia Финляндия они по всей видимости обращаются к тем компаниям которые готовы это делать стремясь просто диверсифицироваться от крупных игроков главным образом от США и от Китая и давайте сойдемся на том что если ICIAS на своем сайте в одном из своих там по-моему ICIAS Perspective или ICIAS Comments дал эту диаграмму то эта информация проверенная ну и Эриксон и Nokia являются полноценными участниками прокладки опять же инфраструктуры Другой Восточной Азии хотя скажу честно меня самого это удивило потому что я ожидал на самом деле большего участия со стороны США и всего лишь 13,4 общая картина по АSEAN но с учетом того что американцы активно развивают промышленный интернет вещей и намного опережают те же китайские компании а вот здесь по части прокладки инфраструктуры немножко не дорабатывают ну вот видно таким образом обстоит ситуация в реальности и наши теоретические выкладки мы их всегда должны корректировать практическими вещами вот именно так как это происходит в реальном мире так что сойдемся на том что та картина которая представлена Айсиас она и проверена и дает нам пищу для размышлений а почему это так ну вот они представлены здесь таким вот образом коллеги у нас сейчас 13-12 я предлагаю пожертвовать еще пятью минутами нашего времени чтобы нам должным образом завершить ну или там пятью десятью минутами чтобы нам должным образом завершить нашу секцию и еще раз прошу меня извинить за накладки со связью потому что потребовалось смешательство нашего главного инженера чтобы меня впустить мы сейчас послушаем доклад нашего китайского коллеги Лю Сентао который нам расскажет про то каким образом в Китае видят развитие инициативы пояс и путь в контексте того что происходит в юго-восточной России Сентао пожалуйста уважаемый Евгений Александрович уважаемый коллег слышно да слышно слышно спасибо спасибо что дали возможность присоединиться к конференции спасибо что Кристина подключила меня тема вы видели сайте главная структура там три первой части буду рассказывать инициативу пояс и путь как многосторонного проекта после выступления в Казахстане в октябре 2013 году во время своего визита в страны юго-восточной Азии глава Ген-Ару предложил странам членам асиам идею совместного строительства морского шокового пути 21 века обе инициатива экономический пояс шоковый путь и морского шокового путь были объединены общую стратегическую концепцию Китая под названием инициатива пояс и путь которая представляет сегодня одно из основных направлений внешне экономического и внешне политического курса Китая можете в следующий сайт в марте 2015 году выгрузил официальный документ по инициативе пояс и путь в которой выражаются потребности Китая в расширении открытия внешнего мира и укрепление взаимовыгодного сотрудничества со странами Азии Европы и Африки предражение Китая по этой инициативе имеет свои внутренние мотивы в мотиве сделать свежий сайт с одной стороны в начале 2010 года китайская экономика пережила спад рынок строительственных услуг сократился сокращение спроса на китайскую продукцию в США и странах Европейского Союза эти факторы плюс еще внешние факторы можете следить в сайт эти факторы объективно выдавливают потребную питерские товары и инвестии Китая на зарубежные рынки по мнению китайских исследователей в этой движении инициатива пояса Путин отмечает переход от посиданного участка Китая глобализации к активному влиянию на нее в Евразии инициатива пояса Путин и большое евразийское партнерство позволяет странам видеть многоуровневый мир в эпоху пост гемонии а в практическом итогам к Ямале в 2022 году было подписано более 200 различных соглашений Китая с 147 государствами и 32 международные организации в то же время инициатива имеет не только сильную производственную мощность Китая и миллион строителей но и надежную финансовую гарантию связи в сайте финансовая пропорная инициатива пояса Путин включает фонд шелкового Путин и капитализации в 40 миллиардов торгов хотя на международном форуме пояс и путь который проводил в 2007 году Пэрл принял решение увеличить его еще примерно на 100 миллиардов торгов при необходимости для финансирования инфраструктурных проектов могут быть задействованы разрывы азиатского танка инфраструктурных инвестиций и нового танка развития РИКС по совокупности всех факторов право метно заключить что инициатива пояса Путин представляет собой проект с низкой степенью институционального оформления и нацеленный на развитие сотрудничества с КНР в качестве геоэкономического центра протяжения в Евразии и АДАЭО Следующий сайт Асиан в реализиях и политике Китая важными партнерами инициативы пояса Путин являются страны Юго-Восточной Азии при надвижении южной линии экономического пояса Шелково-Путин и находящихся в ближайший капитал в зоне морского Шелково-Путин 21-го лет Одновременно Азиан является одним из самых быстро растущих регионов мира и как ожидается станет локомотивом азиатского экономического роста в ближайшие 20-е лет в последние годы Азиан придаст большое значение общему улучшению инфраструктуры а также асоснар разрез инфраструктуры между касказами членами и представили ряд планов как можете везде в следующем сайте на сегодняшний день когда мы проводим проведем укруп анализ генеральный план азиан азиан наращиванию взаимосвязанности до 2025 году можем обнаружить что азиан больше не ограничивает строительство инфраструктуры ключевыми словами так строить проект сокращения взрыва и повышения уровня а индиагрирует собственные разработки в системе развития всего мира ее собственные цели измеряются самыми передовыми стандартными в частности план имеет следующие особенности во-первых увеличение инвестиций и обказанного и частного инфраструктуры структуры в каждой стране азиан по мере необходимости во-вторых получить наилучшие решения путем укрепления обменов для повышения производственной мощности инфраструктуры а в-третьих планируется развивать тему умной урбанизации инфраструктурные изменения политики ДРР предполагает честное взаимосвязи взаимодействие с азианом это актуально и по линии инфраструктурного строительства в марте 2015 году правительство Китая опрекровало документ идем и действия по содействию строительству одниминического пояса шовного путь и морского шовного путь в частности в документе оговаривается необходимостью использовать фактор близостью между провинцией Туангси Китая и странами Азиан а также развитие экономистовской зоны Тунгкинского залива планируется строительство международного канала соединяющего государство Юго-Восточной Азии и Южные провинции Китая а также поселение сотрудничества в зоне большого Минг-Конга на 31 саммите Азиан стороны приняли совместную декларацию Китая Азиан по дальнейшему укреплению взаимосвязи и сотрудничества в области инфраструктуры не зафиксировано в мере Сантау прошу меня извините мы уже немножко вышли из графика вы могли бы перейти к выводам вашей презентации хорошо ну в следующей части наверное вы видите в сайте то есть координации инициативы пояс и путь строительства инфраструктуры Азиан ну переведем в вывод в заключение при разработке и строительстве инициативы пояса ГУТИ в последние 10 лет она поначалу подвергалась серьезным сомнением и критикой со стороны западных стран однако в ходе обменов и консультаций с соседними странами Юго-Всочной Азии инициатива получила много поддержки и одобрения постепенно выстраивая бенеры и платформы для сотрудничества очевидно что Китай и страны Юго-Всочной Азии топились значительных успехов стоимость общения друг с другом снижается уровень общения повышается сотрудничества осуществляется в клубе результаты научных исследований по гаде экономическое развитие очевидно культурные обмены между народами стали чаще данное сотрудничество не только способствует развитию производственных мощностей Китая а также ускорило строительство инфраструктуры в странах Юго-Всочной Азии что имеет далеко идущее значение для формирования дружественной стабильной ситуации в АДР а также в Украине спасибо спасибо за внимание Сентау спасибо и коллеги коль скоро мы немножко припозднились и некоторым из наших коллег уже нужно будет идти заниматься своими делами давайте мы тогда пропустим сессию вопросов и ответов по отношению к нашему китайскому коллеге и наверное завершим наше заседание прямо сейчас и как модератор нашей секции я скажу что сегодня у нас во всех отношениях была неплохая первая половина дня по крайней мере мы стали немного более конкурентоспособными чем были три часа назад мы выяснили инструменты осеан в условиях нынешних очень неспокойных времен мы уточнили соотношение фритрейдерства и профессионизма как внутри юго-восточной Азии так и по отношению к этим странам мы успели обсудить цифровые аспекты сотрудничества между осеан и партнерами равно как стран осеан между собой мы ознакомились с позицией китайского исследователя как Китай видят те процессы которые сейчас проходят в отношении стран юго-восточной Азии и пожалуй что самое главное помимо того что мы прибавили как специалисты я скажу совсем простую вещь вот сейчас мы расстанемся но давайте мы расстанемся с пониманием того что мы друг у друга остаемся и то что мы в нашем вот таком семейном ну практически семейном кругу будем встречаться еще много раз и обсуждать не менее интересные и вдохновляющие вещи со всеми тепло прощаюсь и остаюсь на связи